Доброе утро! Сегодня исторический момент. Я сажусь за работу. Ура! Вова вчера наладил интернет. И сегодня я начну исполнять свой мегаплан, который я написала себе еще до отъезда. За что мне хвататься в первую очередь и что восстанавливать в первую очередь. Тут я думаю пора сделать небольшое логическое отступление и рассказать вам о том, как я вообще планирую работать в Финляндии. Вот уже почти 7 лет я работаю на микростоках. То есть я рисую иллюстрации, продаю их на специальных сайтах. Если вам интересно, я расскажу об этой деятельности своей поподробнее. И получаю от продаж так называемые отчисления ройалти. В России моя деятельность довольно успешно шла, но за последний год практически все фотобанки перестали работать с Россией. Либо с российской стороны некоторые ресурсы заблокированы. И платежные системы тоже не работают. В Финляндии это все работает, поэтому я с удовольствием возобновляю всю свою работу. Это такое наслаждение, на самом деле, после большого перерыва сесть за работу. У меня был перерыв где-то полгода, наверное, в работе. Я перед самым отъездом начала активизироваться. Но по понятным причинам, по техническим проблемам я не могла это делать в полную силу. Сейчас буду регистрировать платежные системы, регистрироваться на тех стоках, на которых я еще не работала, либо мой портфель был удален. Вот, в общем, много всего интересного предстоит. Первым делом нужно открыть банковский счет. И я для этого использую банк Револют. Это не финский банк, но европейский. И чуть позже я открою, конечно же, еще финский счет. В финском банке планирую, так же как и Вова, открыть в С-банке счет. Счет нужен для того, чтобы перепривязать все стоки к новому европейскому счету. И чтобы все функции, которые были закрыты в России, снова открылись. Везде в Финляндии продаются вот такие булочки с корицей. Обычно они такие в форме рулетиков, ушек. И называются корва пусти. Корва по-фински это ухо. Но вчера мы купили вот такие. Они замороженные были. Я их в духовке разогрела. И они очень вкусные. Опасненько. Решила сходить на маленький пленэр. Вот беру с собой только скетчбук, краски. И кисточки с резервуарами. Сейчас воды туда наберу и возьму. Скетчбук самодельный с акварельной бумагой. И акварель в коробке от шоколадки. Вот так вот выглядит этот набор. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok В общем скетч получился быстрый. Но тут важен сам факт. Начало положено. День замечательный. Погода отличная. Я показывала эту площадку, когда на ней еще лежал снег. А сейчас снег уже почти весь растаял. Мы в кофточках. Только вот здесь и остался кусочек снега. Настроение, как видите, отличное. За те полгода, что я практически не работала, когда закрылись платежные системы в России, много чего поменялось на стоковом рынке. Появились какие-то новые стоки. Внедряется активный искусственный интеллект. И мне хочется со всем этим разобраться. И придумать, что с этим всем делать. Вообще у меня довольно сложная организация стоковой работы. Работаю как на стоках, так и на маркетплейсах. И до всех событий еще продавала картины на Etsy. То есть живые картины посылала почтой. Сейчас хочу все это восстановить на прежнем уровне. Работаю. 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 Работаю.